Всем привет! Сегодня мы с Аленой Николь в гостях в офисе иммиграционного адвоката Виктории Шелегиной. Здравствуйте! Всем привет! Как мы и обещали, сегодня мы зададим несколько вопросов адвокату, миграционному адвокату Виктории Шелегиной. Именно что касается части бизнеса миграции, мы немножечко затронем другие сферы иммиграционного права, наверное. Об этом Виктория знает всё. Если не почти всё, то всё, мне кажется. Наверное, давайте спросим её о её опыте работы, как она пришла в эту профессию, с чего начала. Ну, нам, наверное, интересно всё, я думаю. Спасибо за вопрос, Алена, и я рада, что вы пришли. Собственно, я начала свою деятельность как практикующий юрист в 2001 году, когда я закончила Российский университет дружбы народов в Москве, юридический факультет. Я работала до 2011 года, я работала корпоративным юристом, и последняя, больше и больше части я специализировалась на бизнес-праве, на корпоративном праве. И могу сказать, что знаю о российском бизнес-праве почти всё, да. Ну вот, то, что мы и говорили. То есть, получается, у Виктории есть часть опыта её работы, она связана именно с постсоветским пространством, то есть, всё-таки она у нас, получается, юрист оттуда. Да, собственно, мое последнее российское место работы, я была руководителем юридического департамента стаффинговой компании, холдинга из 20 юридических лиц. Это много. Да. И нашими клиентами были такие, в общем, всемирные монстры, да, в хорошем смысле этого слова, как Coca-Cola, Samsung, General Motors, City Bank и так далее. То есть, это говорит о том, что руку ты набила, в общем-то, очень даже сильно с такими компаниями всемирно известными. Да. Как получилось, что здесь? Почему США? И как иммиграционный адвокат здесь, в США теперь? Ну, смотрите, когда в 2011 году моя семья эмигрировала в США, у меня, в общем, я встала перед выбором, да, я могла начать жизнь, что называется, с чистого листа заново, то есть, кем угодно начать. Но я поняла, что юриспруденция – это вот то, это мое. То есть, мне повезло, да, и я вот в те 16 лет, когда я выбирала, чем бы я хотела заниматься, я выбрала правильное направление. Это любимая работа? Да, это моя любимая работа, это работа, да, вот, которая мне нравится. Я каждый день хожу на работу с удовольствием, то есть, я люблю то, что я делаю. Это важное ощущение, на самом деле. Да, это правда. И то есть, вопрос стоял только в том, какую область права выбрать для специализации, потому что американское правовое поле, оно, в общем, отличается несколько от российского, а здесь достаточно узкая специализация у адвокатов, ну, как правило. И, учитывая мои, скажем так, познания в иностранных языках, помимо юриспруденции, да, я решила, что нужно как-то утилизовать иностранные языки, я еще говорю по-испански. Вау, я этого не знала, Вика. Вот, да, да. То есть, я решила как-то утилизовать мои навыки в иностранном языке и, собственно, мои навыки, да, вот, знания, мои знания российского, российского права. Поэтому было выбрано иммиграционное право. Я могу сказать, что уже через три месяца по приезду в США я начала работать, ну, не работать тогда, ну, работать волонтером, да, если можно так сказать, в разных благотворительных некоммерческих организациях, то есть, в их иммиграционных отделах помогали. То есть, тебе это помогло, наверное, влиться в эту страну, именно в иммиграционное право этой страны немножко, наверное, почувствовать это поле? Ну, да, безусловно, безусловно, конечно, то есть, я, да, я поняла, тогда я поняла, что когда я уже поступила в Лос-Кул, в школу право американскую, я поняла, что это то, иммиграционное право, то, чем я хочу заниматься, я уже на протяжении... То, чем горишь? Да, да, все свои учебы, в общем, я строила, я строила все свои интернатуры, да, и экстернатуры таким образом, чтобы было задействовано именно иммиграционное право. А какую школу адвокатов заканчивала здесь? Я закончила школу права при университете Эмори, это в Акландии, Джорджи. Это очень престижный университет в Америке, туда сложно попасть. Получая образование в РДН, тоже один из лучших университетов в России, да, я знаю ценность хорошего образования, поэтому, да, конечно... То есть, это немаловажно знать, что целенаправленно был выбран университет, потому что, конечно же, качество образования полученное, оно поможет дальше не просто в теории, но и в практике работы. Безусловно, безусловно, да. Вика, у нас с тобой проект, у нас с Викой проект. Мы, значит, мы уже давно говорили о том, что, мы все знаем о том, что есть бизнес-эмиграция, что люди всегда задают вопросы о том, как начать бизнес в США или как эмигрировать с помощью бизнеса в США. Наверное, я сейчас немножечко задам несколько таких вопросов Виктории, чтобы было более понятно, потому что мы много уже получили вопросов на эту тему. Поэтому мы немножечко осветим сверху каждый этот вопрос, а в последующих видео обязательно мы раскроем подробно каждый тип визы, чтобы вы понимали, для кого он подходит, для кого не подходит. Конечно же, будет об этом говорить Вика, потому что она имеет право об этом говорить, и я, к сожалению, нет. Для того у нас есть с нами лицензированный адвокат. Каждый должен заниматься своим делом. Своим делом, да. Я вам расскажу все о недвижимости, о вложении в недвижимость, коммерческое, бизнес и так далее. А уже что касается, как сюда эмигрировать или не эмигрировать, но иметь бизнес, об этом будет рассказывать Вика. Наверное, нужно начать с того, какой способ легализации в США есть, или, вот как я уже сказала, как можно здесь начать бизнес, или как можно эмигрировать сюда с помощью бизнеса, то есть какие, может быть, есть типы виз, есть и разница. Да, ну, эмиграция, то, что, существует, в общем, три основных таких типа эмиграции, да, начнем с того, это бизнес эмиграция, это гуманитарная эмиграция, это когда человек, почему, испытывает какие-то притеснения в своей родной стране и пытается спастись, и... То есть это имеется в виду политического верующего? Ну, в том числе, да, 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 и семейная эмиграция, когда у человека есть, соответственно, родственники в США, которые могут ходатайствовать об эмиграции этого человека на территории... А воссоединении с ними, так называемое. Да, да, да. То есть я... Что касается бизнес эмиграции, то очень часто, когда человек неподготовленный, человек слышит такое словосочетание бизнес эмиграции, сразу возникает, в общем, такое представление о том, что это инвестиционная эмиграция, то есть человек должен приехать, вложить деньги... Причем немалые деньги, в несколько миллионов долларов, да, да, и тогда вот это называется бизнес эмиграции. Доля, правда, есть. Окей. Вот, доля, правда, в этом есть, действительно есть. Существует инвестиционная эмиграция, когда инвестируют деньги, но существует также то, что я называю, да, это не юридический термин, это, скажем так, для удобства понимания, когда люди инвестируют свои таланты, навыки и умения. Очень интересно. Да, то есть, ну, давайте сначала поговорим о такой традиционной инвестиционной эмиграции. Да, нам интересно, наверное, будет, о каких суммах идет речь. Наверное, есть разные визы, визы с разными суммами или с разными требованиями. Разные, безусловно, безусловно. Если можно вкратце немножечко намек понять. Да, это тема, тема такая достаточно очень обширная, да, и боюсь, что в эту вот, в нашу встречу мы ее полностью охватить не сможем. Мы постараемся подробнее потом рассказать об этом. Да, безусловно. Сейчас просто актурация. Я могу сказать, что есть типы виз, которые предусматривают минимальные вложения, есть типы виз, которые вообще не предусматривают, то есть предусматривают инвестиции, но не предусматривают минимального лимита для вложения. Но, как правило, да, есть закон, а есть практика. И практика, на практике я советую, чтобы эти инвестиции были не менее 50 тысяч для определенных типов виз. Обратите внимание, да, не речь идет ни о миллионе, ни о 500 тысячах, как часто мы слышим везде. А минимальные, на практике, как правило, можно даже попробовать участвовать или получить визу с 50 тысячами вложений. Но, опять же, это, наверное, не всем подходит. Это не всем подходит. Это зависит от того, гражданином, какой страны вы являетесь. Это зависит от типа визы, от типа бизнеса, куда вы планируете инвестиции. То есть от многих вещей, но еще раз повторяю, да, факторов. Я могу сказать, что один из моих клиентов не так давно получил одобрение своей визы, инвестиционной, не иммиграционной визы, и он инвестировал 48 тысяч. Вот так, 48 тысяч. То есть можно немножечко нам подробнее рассказать, не подробнее, но чуть-чуть рассказать, не иммиграционная виза и иммиграционная виза. Чем отличаются? Да, ну, собственно, да. Из названия понятно, да, что иммиграционная виза предполагает иммиграцию и получение грин-карты, и далее, соответственно, получение гражданства, а не иммиграционная виза, это, собственно, грин-карту через неиммиграционную визу вы не получите. Не получите. Но что она дает? Какое право? Разные визы дают разные права. Да, но, как правило, владельцу этой визы дают как минимум право работать на территории США, как правило, в определенной компании-спонсоре, которая ходатайствует об этой визе, и часть некоторой визы дает право супругам владельцев вот этих неиммиграционных виз работать. То есть право работать, как правило, есть и главному подающему на этом визе? Есть только два типа неиммиграционных виз, которые позволяют супругам работать. Но, тем не менее, они есть. Детки, если приезжают с детками, могут ходить в школы американской? Дети, да, дети до 21 года, они могут ходить в школы, в университеты американские, но до 21 года. Они имеют такие же бенефиты, как и американские граждане или резиденты, именно обучение в этой стране, или они должны получать, то есть они могут получать гранты, например, на обучение в колледже, в университете, эти детки? Алена, этого я не знаю, я понятия не имею. Но я думаю, что это такой вопрос будет интересный, может быть, даже для нам поинтересоваться и посмотреть на самом деле работы. Но в школу, например, американскую, они идут бесплатно учиться? Да, они имеют право работать, учиться в паблик-скул, да, то есть, ну, абсолютно. Паблик-это общественная школа? Да, в обычных школах, да, безусловно. Хорошо, ну, хотя бы вот этот момент, то есть остальное можно всегда будет уточнить уже более подробно. А когда мы говорим разные страны, то есть есть, то есть получается, как бы каждая страна имеет какой-то свой список виз, на которые они могут подавать? Если я правильно завернула этот вопрос. Скорее так, скорее определенные типы виз недоступны гражданам определенных стран. Да, вот так бы я сказала, да. То есть есть, например, отдельные, опять же, этот вопрос, да, он очень глубокий, да, но для граждан, например, для граждан стран бывшего СНГ или настоящего СНГ, в общем, постсоветского пространства. Постсоветского пространства. Как интересно, на самом деле интересно, то есть это получается, что у них есть еще, например, дополнительные визы, на которые они могли бы обратить внимание по датой страны. Да, существует определенный тип виз для граждан Канады и Мексики, для граждан Австралии. Очень интересно. Когда ты сказала о талантах, что ты имела в виду? То есть иммиграция, мы говорим бизнес-иммиграция, но что-то связанное с талантами. Поясни нам, пожалуйста. Как я говорила, да, некоторые люди везут сюда деньги, а некоторые люди везут сюда свои мозги. Ну, часто везут и то, и другое. Лучше и то, и другое. Обычно имеют деньги люди с мозгами. Да, лучше и то, и другое. Но, тем не менее, если у вас нет там полумиллиона, даже пятидесяти тысяч, все равно есть шанс иммиграции в США. То есть существуют, да, визы, так называемые, для талантливых людей, в кавычках, для таланта, экстраординарные абилитис, то есть для людей, с создающимися способностями. Эти визы. И существуют эти визы как неиммиграционные, так и иммиграционные. То есть неиммиграционные, которые дают право здесь только работать на определенное количество времени. Иммиграционные эти визы, которые уже приводят сразу к рейн-карте, получение рейн-карты. А какой-то пример, может быть, есть интересный пример из практики, связанный с такой талантливой визой? Вы знаете, это такой пример, который я могу сказать, да, это пример, он затрагивает и талантливую визу, да, талантливых аппликантов, заявителей. И это такая, мораль сей басни такова, не занимайтесь самолечением, а идите на консультацию к адвокату. Которая не повредит точно. Нет, совершенно, совершенно, да. Случай из практики, в общем, да, действительно такой был, когда пришел на консультацию клиент с супругой. И обычно, когда клиент приходит, они уже, как бы, они приходят с какой-то... С определенным списком вопросом. С вопросом, да, и целью. То есть мы хотим вот, мы хотим подавать кейс на политическое убежище, на защите. Я выслушала, я говорила в основном супруга, то есть я выслушала клиентов, да, супругу большей частью. Мы поговорили, я сказала, что мне нужно взять тайм-алл для того, чтобы там свериться, посмотреть кейс, законы, в общем, сказать потом, да, я скажу, есть у них вообще кейс. Стоит ли подаваться, либо... Либо шансов нет. Да, ну, они невысокие, да. И, собственно, вот, когда мы уже начали прощаться, мы встаем из-за стола, и тут, мой взгляд, падает... Я обычно, я обычно, в общем, хочу, да, и моя цель дать клиенту какую-то альтернативу, то есть возможность выбора, да, чтобы человек сам принимал, то есть решение, да, и участвовал в своей жизни, потому что это иммиграция, да, в другую страну, это одно из самых таких, наверное, главных основополагающих. Это большой шаг в жизни каждой семьи, каждого человека, конечно. Да, да, то есть человек должен принимать участие. Мы все иммигранты, мы это прошли, мы знаем и прочувствовали это. Абсолютно. А вот, ну, и, собственно, мы встаем, и мой взгляд падает на супруга, и я спрашиваю, скажите, пожалуйста, а чем вы занимаетесь? Потому что супруг не сказал, там, наверное, ни слова за всю эту консультацию. И она говорит, а я музыкант. Я говорю, как интересно. Садимся снова все. Обратно. Начинаю консультацию. Ну, в общем, если в двух словах выяснилось, что человек, этот вот супруг, который скромно молчал всю эту консультацию, он имел право претендовать на одну из этих виз, талантливых виз. И в итоге? И в итоге, да, он ее получил. То есть, получается, семья пришла совершенно по одному типу иммиграции, задавала совершенно одни вопросы, оказалось, что они могли вообще все это, даже на это не обращать внимания. У них шанс был уже давным-давно в кармане, только потому что был талантливый супруг. Они этот шанс еще могли использовать, еще находясь там. Еще находясь там, где они жили в своей стране. То есть, получается, по сути, консультация важна. Не нужно пренебрегать консультацией. Я понимаю, что очень много информации есть в интернете. Можно посмотреть много видеоблогеров, наверное. Очень многие адвокаты имеют свой даже, наверное, YouTube-канал, где они много чего рассказывают. И часто люди думают, да, я сам с усами могу, наверное, все это послушать и сделать выводы, и понять, что мне подходит. А как оказалось, в принципе, вот этот хороший пример, который Вика рассказала и поделилась с нами, показывает о том, что все-таки стоит консультироваться с адвокатом, потому что человек, занимающийся своей профессией, знает все лазейки своей профессии, если я могу так сказать. Не знаю, правильно ли я. Нюансы, я бы сказала. Да, спасибо. Да, будем употреблять слово «нюансы». Поэтому, наверное, стоит консультироваться и всегда взвешивать свои возможности, которые у вас есть. Это очень важно. А вы можете консультировать онлайн? Многие наши подписчики интересуются. Ну да, безусловно, конечно. Потому что они находятся в России, да, и им нужна консультация заранее. Спасибо современным средствам связи, да, у нас есть там целый набор из мессенджеров, которые можно выбирать, в общем, на любой вкус, цвет и как угодно, да, безусловно. Я, наверное, здесь немножечко дополню. То есть, кто хочет получить консультацию Виктории и понять, какие возможности есть именно, что касается эмиграции, любого типа эмиграции, потому что Вика именно этим занимается, это ее та самая направленность. Она не занимается больше ничем, кроме как эмиграция. Ну и, соответственно, она уделяет очень большое внимание именно бизнес эмиграции и талантливым людям. Так вот, чтобы записаться, всегда вы можете связаться с Юлей, для этого есть моя помощница Галина, и все мы ее знаем, наверное, если вы не знаете, то да, Галина моя помощница. Всегда можно ей написать, контакты будут оставлены. Да, конечно. Опять же, Вайбер, Ватсап, Скайп, наверное. Ну, что вам удобно, вы напишите, как вам удобно, какой вид связи. Обычно, наверное, удобен номер телефона через, как правило, Ватсап или Вайбер, и можно записаться на консультацию, и эта Вика обязательно проведет ее и ответит на ваши вопросы в абсолютно приватной обстановке. То есть это, конечно же, ни с кем не будет обсуждаться. Закон конфиденциальности еще никто не отменял. Бизнес эмиграции, наверное, мы все-таки вернемся к этому на секунду. Но, как правило, в принципе, наверное, было бы неплохо, наверное, может быть, привести какие-то примеры из того, что, когда мы говорим, нужно инвестировать деньги. То есть мы уже поняли, что есть минимальная виза с минимальным вложением там в 50 тысяч или вот как был кейс, там 48 тысяч долларов. Но все-таки есть и более крупные бизнесы, которые приходят и вкладывают 500 тысяч, миллионы, несколько миллионов. То есть что здесь нужно знать людям? И, наверное, вопрос был неправильный такой. Если человек решил просто попробовать себя в бизнесе в Америке и пошел на неиммиграционную визу, может ли он потом подать свои документы на иммиграционную визу, потому что он решил, что он хочет остаться в этой стране, жить и продолжать свой бизнес? То есть вот можно ли сделать это? Или подав на одну визу уже другая, других вариантов нет? Нет, конечно, возможно. Есть виза с так называемым двойным намерением. То есть они даю ранее неиммиграционные визы, но де-факто и законодатель это признает, что эти визы, что человек, который подает на эту визу, на неиммиграционную визу, но это если это виза с двойным намерением, может иметь иммиграционные намерения, скажем так, в МОСЛе. Никаких проблем с этим не возникает. В частности, есть такая виза L1. Эта виза подходит тем людям, тем бизнесменам, у которых есть уже бизнес в своей стране, где они сейчас находятся, и которые планируют открывать бизнес здесь, в Америке, в США. И они планируют открывать этот бизнес и, соответственно, приезжать сюда и развивать этот бизнес какое-то время. И если после развития, после истечения определенного периода времени они понимают, что развитие бизнеса идет хорошо, и они решат остаться здесь, в Америке, они могут подавать на другой тип визы, называется EB1S, EB1C. То есть можно перейти с L1 на EB1C, EB1C. Мне более удобно говорить, называть эти визы на английском, да, потому что… Ну, то есть такой вариант есть, он абсолютно может рассматриваться. Будет ли стратегически правильно иногда именно рассмотреть такой вариант? Безусловно. При прочих равных условиях. И если есть какие-то сомнения в том, что одобрят ли петицию об иммиграционной визе, то в этом случае лучше всегда попробовать воду, что называется, да, и попробовать получить неиммиграционную визу, ну, примерно того же калибра, да, вот как, например, вместо EB1C, которые примерно те же характеристики, как и у L1, но L1 получить, скажем так, несколько легче, потому что ставки разные. Нет иммиграционных намерений. Разные ставки, разные ставки. Только инвестиции в страну и экономику в стране. Да, здесь правительство вас допускает на несколько лет вести бизнес. В случае EB1C вы приезжаете уже, ну, фактически почти навсегда, да. Поэтому, да, безусловно, и всегда лучше. Стоит попробовать, да. Показать свои уже серьезные намерения, что вы хорошо здесь ведете бизнес, зарабатываете. Да, да. Экономика страны от вашего бизнеса не страдает. Ну, наоборот. Она просто получает. И можно перейти уже на иммиграционную. Да, да. В некоторых случаях, да, есть очень сильные кейсы, да, сильные дела и факты, в общем, и имеет смысл сразу подавать на иммиграционные визы. В некоторых случаях, особенно сейчас, да, в общем, я не знаю, сколько вы следите за текущей обстановкой, да, такая вот несколько, некоторая зона турбулентности, да, происходит, поэтому всегда лучше, в общем, я сторонник того, чтобы перестраховаться и подуть на воду в некоторых случаях, да. Ну, я думаю, что как раз-таки вот именно с частной консультацией можно понять. Да, безусловно. Насколько этот вариант рабочий, насколько нужно сделать именно так и подстраховаться. Или можно уже идти сразу... Единого ответа, да, для всех универсального нет. Безусловно, да. У каждого своя конкретная ситуация, индивидуальная ситуация. Угу. Виктория, ну, спасибо большое. Я думаю, что подписчики канала «Ру Флорида» познакомились немножечко лучше с моим партнёром, чем я очень горда, потому что человек действительно профессионал своего дела. Это важно. Было всегда для меня критерий, с кем я работаю. Вика, ну, это на самом деле так и есть. Спасибо. Я думаю, что мы на каждой визе. Вика остановится конкретно уже в последующих видео. Нам будет очень приятно, если мы увидим от вас дополнительные вопросы. Может быть, даже они будут у кого-то более конкретные, у кого-то более общего порядка. Мы будем стараться отвечать на них вместе, если у вас касается... То есть я могу отвечать за часть, что касается инвестирования, бизнес, недвижимость, коммерческая недвижимость. А Вика будет отвечать за именно тему правового обеспечения, как это сделать. То есть как сделать вот именно с ней, чтобы потом уже что-то сделать со мной. То есть вот для этого, в принципе, мы сделали такую команду профессионалов, которые, кстати, у нас будут подключены профессионалы с налоговой точки зрения, именно налогового обложения этой страны. И мы обязательно будем стараться приглашать экспертов касательно именно этого направления, чтобы отвечать на вопросы по налогообложению, потому что это реально важные вопросы. Но, опять же, повторюсь, будут оставлены контакты под этим видео, где можно связаться и назначить либо консультацию, либо, может быть, дополнительные вопросы задать, если более общего характера. То есть уже конкретные вопросы, конечно же, нужна консультация. Так что мы с вами на сегодня прощаемся. Вика, спасибо большое. Спасибо вам. За то, что нашла для нас сегодня время. Да, спасибо. И пригласила нас к себе в гости в свой офис. Ну и до следующих встреч. Спасибо, Алена. Всем пока. Спасибо. Пока-пока. До свидания. До свидания. Отлично. Офигеть. Надо занять сверху, для начала. Хотя я скажу, сколько лет я работаю как адвокат… Это… сообразительный человек сможет понять, сколько мне лет! В возрасте уже пора… Открывать, это глупая шутка, да? Глупая? Да. Так. Смотрите в камеру, там зритель сидит, вот прям вот по центру сидит и с открытым ртом вас слушает.